Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 12 главе книги «Деяния апостолов». В 12 главе внимание автора снова переходит на апостола Петра и на события в Иерусалиме. Дело в том, что очередной Ирод, на этот раз Ирод Агриппы I, воздвигает гонения на принадлежащих к церкви, на гонения на христиан. И в частности он убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Это гонение и убийство не только Иакова, брата Иоаннова, но и других христиан. Историческое событие, засвидетельственное, помимо прочего, и, скажем, в том же Талмуде. И действительно, Ирод таким образом решал свои внутриполитические проблемы, видя, что это приятно иудеям. Он, видя, что приятно нравится иудеям, то, что он убил Иакова, брата Иоаннова, мечом, он еще и Петра тоже посадил в темницу, видя, что это приятно иудеям. Ироды, все это семейство, на котором так или иначе лежала печать их эдумейского происхождения, некоторые нечистокровности, они все время старались доказать, что они прям шибче всех правоверные. И им хотелось понравиться ортодоксам, таким самым упертым во всем спектре иудейской религии. Ну и вот этот Ирод решил, что раз иудеям нравятся гонения на христиан, ну вот будем гнать. Будем гнать. Не потому, что его вообще интересует, кто там во что верит. Ему только нужен рейтинг. Нужен рейтинг, процент поддержки. При том, что, конечно, царя Ирода никто не выбирал, не выбирает, как и всех остальных искателей рейтинга. Но, тем не менее, ну вот, некоторое ощущение шаткости своей власти у них есть у всех. Поэтому так они иногда и даже довольно часто заискивают перед народом, перед чернью. Римская империя не была здесь исключением. Иной раз даже и самые, казалось бы, популярные и авторитетные властные цезарь были вынуждены прибегать к этому средству. Одним словом, Ирод еще и Петра думает, ну вот еще и сейчас Дни Опресноков пройдут, ну потому что Дни Опресноков, время подготовки к Пасхе, сейчас кого-нибудь возьмешь, будет возмущение в народе. Поэтому он решил, что мы Петра сейчас арестуем, а выведем к народу и, соответственно, убьем после Пасхи. Потому что, ну что, вывести к народу имеется в виду, поставить перед народом, сказать, вот он такой-сякой плохой, мы сейчас его казним. И вот Петра стерегли в темнице, церковь прилежно молилась о нем Богу. Замечательно. Вот такой вот, так сказать, расклад. Ирод знал, видимо, что как-то с темницей и с Петром уже, бывало, не складывалось, потому что и Петр с Иоанном были в темнице по приказу Синедриона и как-то непонятно, как оттуда вышли. И, может быть, не они и одни, поэтому Ирод уж, так сказать, приказывает охранять, так охранять. Он, Петр, в темнице спит между воинами, прикованный к ним двумя цепями, и стражи у дверей стерегут темницу. Значит, четыре четверицы, шестнадцать человек воинов, сменяя друг друга по четыре, вот охраняя Петра. Конечно, это весьма живописная картина, но было бы, наверное, неправильно пытаться, ну, угадать по короткому описанию Луки, что там происходит. Лука только сообщает, видимо, со слов слова Петра, что ангел Господень пришел, разбудил Петра, и цепи упали с рук его, и ангел вывел Петра из этой самой темницы. Причем, обратите внимание, Петр сам не очень понимал, что происходит, думал, что он видит видение. Ну, бывает, да, Петр человек, которому Бог иногда дает видение, как две главы назад, там, про Корнилия в рассказе, например, или еще какие-то видения, другие. Это, кстати говоря, такая важная, интересная деталь. Петр не в состоянии тоже в этот момент отследить, как это так вышло и что произошло. Поэтому он просто идет, думая, что он находится вот в некотором введении, выступлении, не знаю. А оказывается, что все наяву, что все в реальности. Ангел вывел его на улицу, исчез, и не стало его. И на это Петр говорит, теперь я воистину вижу, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. То есть, народ иудейский ждал, что Петра казнят. И дальше удивительно реалистичный, очень такой, я бы сказал, жизненный рассказ, потому что Петр идет, по-видимому, к ближайшему из домов, где собираются христиане. Явно, таких домов было несколько и немало даже в Иерусалиме. Петр идет, осмотревшись, поняв, где он к тому, который ближе всего. И это дом Марии, матери Иоанна, называемого Марком. И по преданию это тот самый дом, где происходил «Тайное вечеря». Вот к нему, как к ближайшему, приходит Петр к дому Марии, матери Иоанна Марка, евангелиста Марка. И посмотрите, Петр постучался у ворот, выбежала служанка, услышала, что это Петр. и тоже очень, на самом деле, жизненная такая картина. Вот так действительно бывает в жизни. Она хлопала себя по бокам, ой, ах, Петр, ура, побежала скорее сказать об этом, ворот, а отпереть забыла. Вот вот так вот с людьми бывает. Это правда такая очень естественная реакция. Хотя, конечно, не может не вызвать улыбку. И когда рода служанка об этом сказала собравшимся и молившимся о Петре христианам, ей говорят, ну, ты с ума сошла? Какой Петр, он в тюрьме сидит вообще? Это ангел его. То есть, они думали, что вот каким-то таким образом, не знаю, душа ангел Петра или от Бога ангел посланный, да, а Петр стоит и стучит, Петр стоит и стучит. Он не может орать на всю улицу, потому что сейчас придут заметут, но ну, как-то надо же ему войти, понимаете? Обратите внимание, что это рассказ со стороны служанки и собравшихся вызывает некоторую улыбку. Петр бежал из-под стражи и Ирод не будет особо разбираться, ангел там его вывел или не ангел, Бог. Поэтому для Петра на самом деле эта ситуация очень опасная, очень опасная. Он должен какую-то осторожность соблюдать, потому что Бог же его вывел зачем-то, а не для того, чтобы он тут же попался снова. Ну, вот Петр продолжает стучать, и когда ему наконец открыли, все изумились, изумились, потому что это что-то абсолютно невероятное. И Петр говорит им тихо, дав им знак, чтобы молчали. Они заходят внутрь, и там он им рассказывает, как Господь вывел его из темницы. И здесь посмотрите, снова начинается некоторый в общем конспиративный этап, конспиративный, отчасти напоминающий то, что было перед распятием Господа Иисуса Христа, и даже не неделю, а может быть более продолжительный срок, когда Христос ушел за Иордан, вынужден был там с учениками скрываться, потом, когда он вернулся к входу Господню в Иерусалим и так далее. Вот здесь снова возникает в истории церкви очередной конспиративный этап, и Петр, рассказав о происшедшем, уходит в другое место, и уже даже Лука даже не пишет куда, как и евангелисты, кстати, в евангелиях тоже на всякий случай не упоминают конспиративных, так сказать, мест, где собирается Господь Иисус с учениками. Но Петр говорит, уведомьте Иосем Иакова и братьев. Иакова и братьев. Имеется в виду, вероятнее всего, Иаков брат Господень, первый епископ Иерусалима, который в этот момент уже, собственно, является лидером иерусалимской общины. Он вне всякого сомнения не называется епископом. Вот точно нет. Еще это понятие, этот термин не прижился. Если каким-нибудь греческим словом Иаков и называется, то скорее пресвитером, старейшиной. Но в конце концов даже это не очень важно. Важно, что Петр, при том, что это Петр, лидер двенадцати, уже в общем не является лидером иерусалимской христианской общины. И мы видели в предыдущей главе, как его упрекают и допрашивают. Там вот какие-то такие непростые взаимоотношения на самом деле уже. И Петр скрывается, дальше. Дальше мы знаем, что в конце концов апостол Петр совершает длинные и многочисленные путешествия, пребывая в разных общинах и в Антиохии, и в других местах, и в Риме заканчивается его жизнь, его служение. Это долгий путь, который предстоит еще Петру с этого момента, но здесь вот он начинается, начинается такой уход Петра из Иерусалима. Как, по-видимому, и других апостолов, то есть за рассказом этой главы стоит некоторое сообщение Луки, которое, может быть, он не счел нужным сформулировать явным битя сообщение о том, что, собственно говоря, лидерство в Иерусалимской иудейской христианской общине уже не принадлежит 12-ти, в том числе и Петру. Как-то вот там по-другому устроено. Может быть, нам это странно и трудно понять, потому что мы пытаемся в своей иерархической парадигме думать о структуре этой общины, и, может быть, напрасно. тем не менее, вот некоторое требующее понимание места здесь есть, о чем думать, что пытаться понять, как устроены взаимоотношения между людьми. Петр уходит, для него уже здесь небезопасно. Ну, а воинам, которые Петра упустили, досталось, в общем, то по полной программе, потому что Ирод велел их казнить. Вот. И заканчивается эта глава упоминанием о смерти Ирода. Это важно, потому что Ирод вытворяет да, то он убил Иакова, брата Иоанна, пытался убить Петра, он еще велел казнить этих стражей, которые в конце концов, ну, а что они могли сделать, даже если бы и проснулись и увидели, как ангел Господень уводит Петра. казнь как-то вообще не решение никаких проблем, в том числе ни разу не воспитательное средство для этих самых стражей. видно, что Ирод достоин своего омерзительного предка Мира до Великого, и Лука находит нужным в кратких словах упомянуть о том, чем закончилась жизнь Ирода. Видимо, это было важным таким фактом и поучительным событием, кстати, для иудеев, об этом и в Иосиф Флавии, и таламудические документы кое-где упоминают. Это не то, чтобы прямо малоизвестное событие. Ирод, вот он там принимал значит каких-то представителей Тирян и Сидонин, одевшись царскую одежду со всеми прибамбасами, что там у него там на голове ордена, мигалка на колеснице и все такое и прочее. Прям все восхищаются. Ну, да, ну, правители это любят, когда им аплодируют, как это, продолжительные аплодисменты, места им переходящие в овацию. Ну, люди все слабые, такого рода вещи им доставляют удовольствия. На самом деле ничего такого. А такое в рассказе для Луки вот что. Когда Ирод начинает что-то там излагать, какую-то речь толкать, из народа с большим воодушевлением кричат это голос бога, а не человека. Есть некоторая грань, где смешное тщеславие правителей превращается в смертельное преступление, которое неминуемо влечет гибель за собой. Понимаете, вот это голос бога от дня не человека. Ах! Вот намек малейший на почести достойные бога, богоподобные, божественные, всякие чем-то намазанные, подобного рода титулов в истории человечества миллион, миллион. Но вот Лука не может не обратить внимания, для него самого, по-видимому, это важно, особенно в Римской империи, где живет Лука, в Римской империи, где обожествление империи и Цезаря вещь актуального сегодняшнего политического пространства, повестка, политическое, в которой Лука, на фоне которую Лука пишет, вот она как раз подразумевает обожествление кесарей вполне себе отвратительных. Поэтому он обращает внимание на то, что когда народ восклицает этот голос Бога, а не человека, ангел Господень поразил Ирода за то, что он не воздал славу Богу, за то, что он не сказал «не надо меня путать с Богом, я великий, у меня там все очень красивое, я страшно мудрый, но не Бог». Вот этого Ирод не говорит, и это именно становится причиной его гибели, отсутствия адекватности, отсутствия адекватности во взгляде на себя, на Бога и на мир. И со временем у Луки в рассказе получается, что прямо сразу он, быв изъеден червями, умер. На самом деле, по-видимому, не сразу, не в ту же минуту, а через какое-то непродолжительное время действительно вот смерть Ирода была такой ужасной. Поскольку проблема с обожествлением правителей тоже деталь фона, на котором разворачивается событие, ну вот Лука эту поучительную историю здесь рассказывает, чтобы обратить внимание на то, как кончают правители, пытающиеся сделать зло принадлежащим церкви. Ну и заканчивается эта глава указанием на то, что Варнава и Саввел вместе с будущим евангелистом Арком возвратились из Иерусалима в Антиохию. Иерусалима